привет друзья рада вас сегодня видеть у себя снова в гостях на моем канале с вами снова виктория и сегодняшнее видео посвящено опять уходу за волосами сегодня хотелось бы мне с вами поделиться своими маленькими хитростями маленькими тонкостями которыми я пользуюсь своей жизни а именно как я укладываю легкие небрежные локоны если мне нужно срочно куда-то пойти хочется выглядеть как-то красиво не обязательно с прямыми волосами то здесь мне на помощь приходит моя любимая плойка babyliss плойка я не знаю как правильно назвать в общем вот этот девайс с помощью которого мне удается делать красивые вот эти небрежные локоны и сегодня хочу вам показать как я их делаю для того чтобы сделать эту укладку во первых что необходимо необходимо помыть волосы и хорошенько их высушить волосы должны быть абсолютно сухими потому что если они будут влажные будет сложно укладывать именно этой плойкой локоны потому что там есть свои тонкости и для того чтобы делать такую укладку я обычно пользуюсь спреем для укладки сегодня я буду использовать спрей лореаль который я наношу на сухие волосы перед тем как буду пользоваться плойкой и затем буду использовать еще лак для волос буду фиксировать те локоны которые я уже сделаю ну что поехали начинаем я так как я делаю на длинные волосы я обычно сначала отделяю верхнюю половину часть волос чтобы они мне не мешали закалываю их попробую заколоть как получится уж там не знаю красиво некрасивая в общем это не так важно да для нас девочек и вот у меня осталась нижняя часть волос и я начинаю укладывать вот эти разделила волосы на две половины сзади там приблизительно неважно какой пробор у вас и начинаю укладывать чтобы укладывать свои плойка здесь есть возможность выбора несколько режимов здесь можно выбрать температуру время когда она будет подавать звуковой сигнал когда пройдет определенная промежуток времени 8-10 по моему секунд и также можно выбрать еще направление завивание локонов я люблю когда локоны закручены от лица и вот здесь есть индикация там завивать локоны вправо завивать локоны влево и затем когда я нанесла спрей для укладки его наношу на на не на всю длину волос я наношу потому что я буду накручивать от середины концы почему я не буду накручивать от самого корня потому что когда я накручиваю сама корня получается очень много локонов и видно что как бы нет небрежности видно что там заранее готовишься много тратишь времени на свою кладку и так далее мы пытаемся добиться эффекта такого что мы не тратим много времени на укладку волос чтобы это выглядело естественно и красиво затем нужно очень хорошо очень очень хорошо расчесать волосы чтобы они были идеально расчесаны потому что если они будут плохо расчесаны они могут запутаться в этой плойке и затем я беру небольшие пряди чем тоньше прядь тем быстрее она будет закручиваться и тем дольше она будет держаться закладываю прядь в эту плойку зажимаю и дальше на видите закручивает сама внутри там не за как она работает она как-то сама здорово все внутри закручивает и вот пик 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 говорит о том что локон готов ну вот я выбрала неправильный наверное режим сейчас мне нужно повернуть другую сторону потому что я люблю когда накрутка от лица здесь получилось наоборот видите к лицу сейчас мы это дело быстро исправим в другую сторону я выбрала другой режим и ждем раз два три четыре вот а вот пожалуйста уже получился тот локон который я хотела и так сейчас я пройдусь по всей голове сначала вот эту нижнюю часть что я делила и так быстро накручу ну как быстро конечно относительно быстро потому что нужно подождать пока плойка подаст сигнал что прядь накручена и затем как нужно дать прядям остыть и когда они остынут еще раз хорошенько их обработать лаком для волос зафиксировать лаком для волос чтобы они хорошо держались иначе жалко тратить время на укладку и потом чтобы она не держалась ну опять же все зависит тоже от типа ваших волос у меня например волосы которые очень плохо держат любую укладку поэтому я стараюсь всегда зафиксировать хорошо и когда я хорошо фиксирую лаком уложенные локоны они потом очень долго держатся видите интересно было засечь время сколько мне на это ушло времени но наверное пять минут наверное пять минут чтобы накрутить вот одну четверть моих волос если конечно вас волосы не таки длинные с вас волосы короче это все будет сделать на порядок проще на порядок быстрее но если у вас волосы длинные то придется набраться терпения потому что девочки за на что красота требует жертв но ты не такие же большие жертвы немножко времени личного подумаешь то потом как самой приятной скажите так ну вот одна часть моих волос готова сейчас я хорошенько все эти пряди сбрызну лаком здесь вам все хорошо видно вот эти пряди сбрызну лаком для волос и дам им остыть хорошенько окей ну вот вы видите одна часть готова да да и этим локонам остыть поднимаю расческу которая у меня упала и переходим ко второй половине сейчас я проверю как у меня там все сзади так перехожу ко второй половине здесь у меня уже волосы сбрызнуты спреем для усиления фиксации и я начинаю делать то же самое с другой стороны так вот несколько слов почему мне не очень нравится утюжком утюжком так как у меня волосы тонкие и и я их крашу они видите у меня окрашенные то утюжок моим волосам не очень хорошо подходит он немножко травмирует твоего мои волосы мне не нравится то как мои волосы выглядят после утюжка выглядит смысле не укладка как они себя чувствуют после утюжка вот поэтому а конусной плойкой я постоянно обжигала пальцы в общем у меня ничего не получалось самой у самой делать такую красоту и вот когда ко мне в руки попало это чудо природы жизнь заиграла новыми красками главное не спешить брать тонкие пряди и видите когда они закручены внизу они дают такой легкий эффект вроде бы волнистый красивый локон и но видно что не так уж много приложено усилий к этой прическе и вот последний локон с правой стороны так это сделано теперь надо все это хорошенько сбрызнуть лаком чтобы она зафиксировалась вот так вот что получается смотрите и теперь я перехожу к верхней части волосы которые я убрала сейчас я их буду накручивать здесь тоже важно хорошо пройтись еще раз видите каждые сбрызнуть хорошо локоны спреем для укладки чтобы они хорошо укладывались потом обязательно их нужно хорошенько расчесать это очень важно потому что поначалу когда я на это не обращала особого внимания на то как хорошо я расчет свои волосы как мне было больно когда это плойка потом мои волосы съедала это было очень больно поэтому я на это обращаю ваше внимание принципе в инструкции к плойке то же самое сказано что нужно чтобы прядь было обязательно ведь и такая хорошая хорошо расчесана и хорошо натянута вот эти два важных момента которые нужно соблюдать и теперь я перехожу к тому же действие накручивая верхнюю часть волосы так вот уже видите левая часть у меня завершена я хорошенько теперь фиксирую лаком верхние вот эти все локоны которые я сделала действительно очень важный этап хорошо зафиксировать если вы хотите чтобы у вас это причёска держалась например не только один вечер а может быть еще пару дней после и перехожу к оставшейся части с правой стороны так вот сейчас я их внимательно все волосы выбираю наношу свой спрей для укладки опять хорошенько расчесывая не забываем это делать да это очень важный момент хорошо расчесать кто смотрел мое первое видео про уход за волосами я рассказывала свои любимые щетки из натуральной щетины ведь я и использую я ее пользуюсь и обратите внимание когда ее волосы причёсываешь как они начинают блестеть никакого волшебства просто натуральная щетина так что имейте ввиду кто не смотрел кстати можете посмотреть мое видео я выложусь под видео ссылки и если вам нравятся мои видео друзья подписывайтесь пожалуйста на мой канал нажимайте значок подписаться ставьте колокольчик что получать уведомления моих новых видео и мне будет очень приятно если вы будете писать мне свои комментарии под видео потому что ваши комментарии мне помогают понимать что можно улучшить видео что можно снять еще хорошего интересного для вас и на самом деле видео про волосы это не моя основная тема моя тема мне нравится beauty в общем все что касается сегмента бьюти да я как любитель на уровне любителя но где-то профессионала потому что у меня мои в моем опыте есть работа в сегменте косметики парфюмерии и то что я знаю этими знаниями и своим опытом я люблю с вами делиться да поэтому есть видео на разную тему в сегменте beauty они вынесены в отдельный плейлист и также как я все ты все таки я бизнес коуч что есть конечно же видео более серьезные которые посвящены разным темам о том как найти себя как стать успешным как стать счастливым смотрите мои видео если вам нравится можете записаться ко мне на персональную консультацию все контакты есть на главные страницы youtube а на моей персональной странице буду рада общению с вами и так кажется у меня остался последний локон так ну да вот это кажется все сейчас проверю все ли у меня хорошо еще раз одну прядочку и пока она фиксируется я с помощью второго зеркала смотрю все ли в окон и я накрутила кажется я нашла еще один который я не накрутила кажется я его увидела эти хорошо иметь второе зеркало с помощью второго зеркала всегда можно увидеть какие есть недоделки ну вот и все локоны все готовы теперь с этой стороны я их хорошенько фиксирую тоже лаком я еще очень часто делаю как бывает вот так волосы наклоняю вперед зафиксировать чтобы все снизу так вот и в принципе ну в принципе вот так можно даже сказать что уже укладка готова если вам хочется как-то ее сделать менее такую идеальную да если скажем не идеально вы можете взять вот так пряди немножечко их вот так повзбивать руками и тогда они будут ну не такие идеальные да все вот такая укладка смотрите так сзади я конечно не вижу что у меня там получилось но я думаю что неплохо вот вот такая укладка в общей сложности метка укладка занимает где-то 20-25 минут конечно для видео я постаралась подрезать и сделать меньше чтобы это было не так утомительно смотреть по видео на youtube но вот идея такой укладки вот такая на этом я с вами дорогие друзья прощаюсь я желаю вам всего самого хорошего и подписывайтесь пожалуйста на мой канал и спасибо что вы ко мне заглянули рада вас всех было видеть всем хорошего дня хорошего вечера хорошего настроения я вас всех люблю пока